Девушки отдыхают Самый-самый лучший. Вот это хороший гипоаллергенный. Точно хороший? Так, хорошо. Сколько с меня скажите, пожалуйста. Давайте карточку. Я сегодня же ветеринару позвоню. Спасибо вам большое. Ой, что-то я устала сегодня. Хотела попросить Дашу, чтобы она в магазин зашла. Не могу дозвониться. Значит, работой увлеклась. Чем там увлекаться на работе? Она постоянно жалуется, что ей скучно. Ну, знаешь, ей как мед, так и ложку. Так не бывает, чтобы и деньги большие, и чтобы весело. Знаешь, что я тебе скажу? Что все вот эти великие художники, они при жизни нищими ходили. У Даши, между прочим, после персональной выставки все картины раскупили. Она могла бы карьеру сделать. Так нет же, влюбилась в одного недоумка. А он не оценил. Все. Вдохновение пропало. Начинает писать, бросает. Так и валяются эти картины, незаконченные в мастерской. Варя, хочешь правду? Дашка твоя сама виновата, что ни к чему не стремится. Ни семью создать, ни карьеру. Ей зимой тридцатник уже. Ой-ой-ой, скажите, тридцать лет. И что это, конец жизни, что ли? Между прочим, для женщины это самый возраст. И голова на плечах, и все при ней. Значит, раз голова на плечах, нечего выпендриваться. Раз реклама ее хорошо кормит, пусть держится за нее. Таким образом, наше агентство получило новые заказы. И я очень вас всех прошу отнестись к этому серьезному. Это наша реклама. Дальше. Напоминаю всем, что в понедельник у нас ежемесячное поведение много. Прошу всех подготовиться. А теперь о хорошем. Вопрос о стажировке нашего дизайнера в Лондоне решен. Кандидатуру мы утвердили. Через пять минут жду всех на совещании. Ты видела, как он на тебя посмотрел? И так едешь, и чтобы из-за них Аня возвращалась, и мне одного прихвати. У тебя муж есть. Куда его денешь? Господи, он даже не заметит. Он всегда в своих командировках. О, господи, страдалица. Пойдем. Пойду руки помол. Таня, ну ты чего? Это из-за стажировки. Ну, еще не объявили даже. Да нет, ничего. Все разумно и вполне логично. Отправить нового сотрудника на стажировку в Англию. И тем более у нас месяц вот горячий намечается, и опытные сотрудники нужны здесь. Я семь лет здесь горячусь, как проклято. Мне хоть бы спасибо, кто сказал. Таким вот пробивным полгода и все. Так кто тут пробивной, Тай? А то, что я не молчу на летучках, это только характер такой. Тая. Да нет, я не говорю, что ты недостойна. Просто... Мне кажется, это вполне рабочий вариант. Ну, а что? Клиенту точно можно его показывать, и дальше будем действовать по ситуации. Я еще хочу увидеть сводку по бюджету сразу после совещания. Хорошо? И остался один вопрос по стажировке нашего дизайнера в Лондоне. Я предлагаю отправить Дашу. Все согласны? Знаете, я, наверное, не смогу. Что, прости? Я очень рада, что вы предложили именно мне, но я не могу. У мамы проблемы со здоровьем. Ну, это несколько внезапно. А пусть поедет Тая. Она очень опытная. Да, Тая опытный сотрудник. Вот и хорошо. В конце концов, я не особо говорю по-английски. Вообще. Да ладно. Кеш. Ну, ладно. Тогда я, Ди Тая. Раз у Даши обстоятельства. Слушай, а что это за выдумки про больную маму, а? Про такое, не то, чтобы говорить, про такое думать нельзя. Да, Блюсь. Я серьезно. Наши мысли материальны. Вот ты знаешь про наосферу. А это место, где накапливаются наши мысли и слова. Накапливаются, накапливаются. Потом раз... Помогите! Спасите! Он сумку у меня украл! Стой! Стой! Сумку отдай! Сумку отдай, я тебе говорю! Ой, слава Богу! Вот ваша сумка. Что бы я без тебя делала? Ну, спасибо тебе, деточка. Будьте здоровы. Ой, конечно, мужик какой. Слушай, а если бы у него был нож, ты о чем думала? Я думала, что он у этой бабушки пенсию отобрал. А ты не думала, что бабушке пенсию еще выдадут, а тебе жизнь вряд ли? Господи, у тебя все еще впереди. Ну да. Может и впереди. Даша, я тебя не узнаю. Ты за каких-то полчаса отказалась от Англии, в драку ввязалась. Даша, что с тобой происходит? Для всех ты безотказанная Дашка. Все на тебе ездят, включая посторонних бабуль. Может, пора как-то хребет отращивать на четвертом десятке. Ну, почти на четвертом. Может, начнем с тебя? Как начнут проехаться общественным транспортом? Э-э, мне еще ребенка из садика забирать. Алло. Алло, вас не слышно. А кто это? Куда я попала? Алло. Мама. Даш, а я тебе звоню, а там мужик какую-то трубку берет. Ладно. Алло. Вы нашли мой телефон. Спасибо большое. Э-э, да, я подъеду сейчас. Что? Э-э, да, я... Я буду в зеленом шарфике. Дай мне шарф. Да. До скорого. Спасибо. Потеряла телефон, сказала, что буду в шарфике. Даш. А голос приятный. Мам, не начинай. Реально здорово. Вот так вот, да? Серьезно. Смотри, это не к тебе? Это ты музыку написал? Слушай, круто. Девушка, это вы за телефоном? Да. Но сначала я должен убедиться, что это точно ваш телефон. Согласна. Ну, давайте я вам продиктую записи у меня телефона книжки. Первая мама, вторая Нина, третья Ярослав Брониславович, это мой начальник. Ну, убедили, убедили. А вас как зовут? Даша. Олег. Я даже не знаю, как вас благодарить. Деньги предлагать, наверное, глупо. Наверное, глупо. Ну, надо же как-то. Ну, как говорится, делай добро и бросай его на свадь. Просто день сегодня какой-то дурацкий. Представляете, я сама отказалась от этой жиловки. Глунный. Потом потеряла телефоны. Я не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Эффект попутчиков. Мы оба знаем, что больше не увидимся. Хотя, знаете, тут недалеко, на Пушкинской, есть ресторан один. Я там по пятницам играю на гитаре. Вы музыкант. Круто. Наверное. Правда, я пока что не очень известный. В остальные дни я даю уроки музыки. Как-то так. Я бы с удовольствием вас послушала. Ну, тогда давайте прямо сегодня же. Сегодня я и не могу. А, кстати, я-то уже. А завтра? Ну, вы же сказали, что выступаете только по пятнице. Возможно, я готов сыграть для вас персонально. Ладно. Давайте созвонимся завтра. Класс. А теперь... Давайте запишем. До завтра. До завтра. Такой он у вас красавец, конечно. Немного зарос. Но это мы сейчас исправим. Я животных люблю, а они на любовь отвечают доверием, в отличие от людей. Ну вот, сейчас. Да что ж такое? Перегорело, наверное. Очень много клиентов было. Ну ничего, я другую возьму. Погодите. Похоже, здесь не в машинке дело, а в розетке. Фен, включите, пожалуйста. Какая досада. Я сейчас принесу удлинитель, подключу к другой розетке, а завтра позову мастера. Ну зачем же ждать до завтра? Можете свет отключить на щитке? Сейчас. Хорошо, мой хороший. Выключила! Я тоже очень пуделей люблю. Они такие милайхи. Только вам, мне кажется, больше пошла бы овчарка или док. Рядом с вами пудель как-то выглядит экзотично. Понимаю. Но мы с Харлеем путь соли съели. Спасибо вам огромное. Вы настоящий мастер. Харлей прям помолодел. А сколько ему лет? Да уже восьмой пошел. Вообще-то я его не себе, а жене покупал. Только я уже пять лет, как нет, с нами. Простите. Сочувствую. Ничего. Вы приводите Харлея, когда он зарастет. Хорошо. А вы звоните, если у вас что-то сломается. Я вообще-то электрооборудование чиню. Обязательно. До свидания. До свидания. Приходите еще. А завтра два часика у вас на зиму. Приходите, ждем. Этот был последний на сегодня. Такой ничего мужик, женат. Вдовец. Вдовец, Варя. Точно. За него можно Дашку сосватать. Какой Дашке? Он для нее слишком взрослый. Хорошо. Взрослый мужчина, состоявшийся. Ну, ты вообще слышишь, что ты говоришь? Ну, почему ты все время за Дашку решаешь? Она что, своей головы на плечах не имеет? Зина, были бы у тебя свои дети, ты бы меня поняла. Может, тебе усыновить кого-нибудь? Понятно, проехали. Ну, конечно, как в мою жизнь лезть, так ты первая. А как о тебе заговорили, так проехали. Все, уже никто никуда не лезет. Поступай, как знаешь. Просто интересно, как ты своей Дашке его сосватаешь. Смотри. Он ремонтирует бытовую технику. А у меня как раз микроволновка от старости скончалась. А что, если я его домой для ремонта приглашу? Ну, как тебе мой план? Вау! Только это не то, что белыми нитками шито. Это шито такими ярко-оранжевыми, оттенка в рыве глаз. Ну, придумай что-нибудь другое. Зачем? Я в вашу жизнь не лезу. У меня, Валечка, дома муж, который во мне души не чает. И утка с яблоками, которую он для меня запек. Пока-пока. Я, кстати, недавно статью одну интересную прочел. В общем, ученые провели исследование. В каждом из нас есть темная триада. У-у-у! Нет, ну, это так называемое. То есть это самолюбование, культ грубой силы и психопатия. Ну, что же в этом хорошего? А то, что в каждом из нас есть и светлые отряды. Это гуманизм, вера в человечество и кантианство. Кантианство? Ну, кантианство — это видеть в человеке ценность, а не средство достижения цели. Поверь вам на слово, канта я не осилила. Ну, признаюсь, я тоже. Поэтому и доверился авторам статьи. А знаете, что самое прекрасное? А то, что светлая триада всегда победит. Ну, в общем, уже мир бывает таким жестоким. Я предпочитаю не обращать внимания на случайности. С пятнадцати лет я по воскресенью выходил сюда и играл, чтобы перебороть страх перед публикой. Помогу. Сейчас посмотрим специально для твоей светлой триады моя любимая песня «Фея неба и света». Ты присаживайся. Посмотри на меня, ты всегда так куда-то спешишь, твои глаза не живи. Сама ведь растет, как а мы. Ты опять влюблена. Танцешь где-то, не кружишься где-то. Тебя ко мне привела фея неба и света. По холодной рассе бегали где-то и прыгали где-то. Временами, как все виделись где-то и не виделись где-то я. А я и видели лето прекрасное лето по воскресенью. Я, конечно, вначале смутилась, но потом было круто. Спасибо. А тебя не смущает, что тебе целый тут ли армия очень набросало? Нет. Но люди искусство должны получать вознаграждение. Ну, тогда вот тебе вознаграждение от меня. Ух ты, щедро. Просто подержи. Это подарок тебе. Даша. Настоящий талант. Я возьму? Нет, я сначала закончила, а потом подарю. О, началось. Это твое. Я компенсирую. Теперь честно. Держи. Ну, слушай, такой с ней и стал. Мы как будто поцеловались. Слушай, остановимся, но как будто. Я сегодня пораньше. Слушай, хорошо, подбросишь меня в магазин этот, как его на... Ни ног не могу. Спешу. Меня уже ждут. Так. Интересно. Рассказывай. Могу показать. Давай. Ну, ничего такой. И откуда он взялся? Помнишь, телефон потеряла? Ну? Он нашел в Ирне. Слава Богу, не из интернета. Он? Да. Пока. Слава Богу, он, isses. Спасибо. Так, ответь. Я опоздаю. Да. Да. Все, давай. Что-то случилось? Надо идти. Я скоро на пушнице выступаю. Придешь послушать. Я специально для тебя песню написал. Я обязательно принду. Я Дашу одна вырастила. И она у меня девушка самостоятельная. Значит, вы давно не замужем? Даше пять лет было. Когда этот романтик уехал за туманом. Ну, и скатертью дорога. А то насмотрятся на таких папа потом. Выходят за гуляк, до бездельников. Даше такое счастье не надо. Видать, у вас высокая планка. Да. И снижать ее я не собираюсь. Здравствуйте. Познакомьтесь. Юрий. Мастер по ремонту бытовой техники. Юра. Это Даша. Очень приятно познакомиться. Дашенька, садись. Будем чай пить. Юрий, вы тоже. Проходите. Да я как-то... Ну, проходите, проходите. Спасибо. У меня сегодня пирог по рецепту дочери. Она и сама великолепно готовит. А я вам не помешала? У вас просто тут такой ремонт в разгаре. Да брось ты. Ты всегда вовремя. Ты расскажи лучше, над какой ты картиной сейчас работаешь? Портрет кроссовок в интерьере. Я дизайнер. Работаю на спортивной рекламе. Ну, я не про работу спрашиваю. На самом деле, Даша очень хороший художник. У нее была и персональная выставка. Мам, Юрию это неинтересно. Ну, почему? Да. Нин, наконец-то. В смысле, очень рада тебя слышать. Ясно. Хорошо, не волнуйся. У меня как раз есть время. Да. Да. Нина просит забрать ребенка из садика. Она там за городом, у нее вроде... Колесо пробило. То есть, ты будешь заниматься снова ее делами. О себе ты когда подумаешь? О себе я тоже подумаю, не переживай. Даш! Всем пока! Даша! До свидания! Даша! Вообще, ты хорошая девочка. Умница, талантливая. Ну, слишком добрая. Прям безотказная. А я считаю, что вы воспитали замечательную дочь. И пирог у вас вкусный. Пирог у вас вкусный. Я люблю печь. На фигуру давно махнула рукой. Один раз живем. Ну, все бы так махали на фигуру. Признайтесь, бегайте по утрам. Да ну, скажете тоже. Нет. Хожу пешком на работу. С работы. Вообще, гулять люблю. Олег! Привет! Привет. Не ожидала. Слушай, а ты что тут делаешь? Здесь ребенок у моей подруги Нины. Она не успела забрать, меня попросила. Меня тоже попросили забрать. Привет. Здорово. Будешь печеньку? Можно, можно. Спасибо. Папа, а вы скоро пойдем? Бывшая жена попросила забрать. Бессанника. Ты был женат? Да. Прости, я не успел тебе сказать. А это твоя дочь, да? Да, это моя дочь Лида. Извини. Мы опаздываем. Я... Мы созвонимся, хорошо? Пойдем. Мы там и рисовали. Так. Да. Вот так. Ну вот, все работает. Спасибо большое. Ну, а вы, скажем, кино любите? Кино очень люблю. Особенно классическое, французское. Мишель Мерсье, Анук и Мэ, Катрин Денев. Я только Бриджит Бордо знаю. Чай еще? Да мне, наверное, уже пора. Спасибо. Хорошо. Я вас провожу. Знаете, Варя, кино нынче уже не то. Давайте в театр сходим. Я вас приглашаю. Меня? А вы пригласите Дашу. Дашу зачем? Ну, мне показалось, вы ей понравились. Боюсь, что нет. До свидания. Вы все-таки подумайте над моим приглашением. Да? Это я. Слушай, я так торопился. Не успел тебе все толком объяснить. Вот. А ты как? Отвела ребенка подруге? Да, отвела. А почему ты не сказал, что у тебя маленькая дочь? Она мне, кстати, очень понравилась. Но она такая маленькая. Ты недавно развелся, да? Ну, да, недавно. Вот так. Это жизнь. Такое случается. В жизни бывают ошибки. Я вообще больше не хочу о грустном. А о чем? Ну, о чем-нибудь хорошем. Например? Например? Например, о нашем свидании. Завтра все в селе. Ты будешь? Да. Замечательно. Хорошо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас соберись. Алло, Юра. Это Варя. Я вашего пудель остригла. Ну, если ваши предложения еще в силе, я могу сходить с вами в театр. Хорошо. Хорошо, жду. Новое платье. Ой. А ну, повернись. Очень хорошо, мама. Правда? Да. Я вот решила прогуляться и купила себе новые духи. Да? Дай поехать. Шикарный запах. Ты ужинать будешь? А нет, я убегаю. У меня свидание. Свидание? Да, свидание. Его зовут Олег. Мы с ним недавно встречаемся, но... Мам, он мне нравится. Это же замечательно. А куда вы пойдете? Он сегодня играет в одном заведении. Пригласил меня послушать. Он музыкант? Да. Мам, ну что такое? Да ничего. Слушай, если папа играл на гитаре, это не значит, что все гитаристы такие, как он. И в сравнении с Олегом, никакой он не гитарист. Ну, правда. Честное слово, мама. Ну, ладно. Я очень рада за тебя. Слушай, а я, правда, еще ничего? Мам, ты... Просто супер! Да, Юра. Что, сегодня? Уже взял билеты? Хорошо. Да, без четверти семь. Буду. Возле театра. Угу. Что я делаю? А тут ты такая красивая. Да ладно. Ну, я как-то с этим запутался. Окей. Что ты тут делаешь? Девушка, а как вас зовут? Я Анастасия. Я бывшая жена, которая об этом не подозревает. Приятно познакомиться. Олег. Я... Я хотел сказать... Кому из нас? Даша. Нет, не говори. Даша. Не надо. Ну? Не, не звони мне больше. Никогда! Так вот, значит, какие у тебя репетиции по ночам были. Успокойся, слышишь? Успокойся, Настя. Успокойся! Слышишь? Это Даша. Она... Она никто, понимаешь? Муза. Вдохновение. Да у нас в ней не было ничего серьезного. Девушка, хватит! Ты сегодня же собираешь вещи, и я не хочу тебя больше видеть. Не кипятись. Ну, что ты ерундой занимаешься? Ты помнишь? Вообще-то у нас с тобой ребенок. Через пять минут начнай обмануться. Спасибо. Я не знала, что в этом составе такое хорошее сопрано. Частичка черта в нас, в сиянии наших глаз. И сила женских чар, в груди родит пожар. Пускай и бегут года. Ох уж эти года. Они так бегут. Варенька. Время действительно проходит незаметно. Когда вы рядом. Оставлю себе на память. Ну что, мне пора домой. А я вас провожу. А я не против. Даша, это я. Ты не спишь? А у меня конфеты вкусные. Что случилось? Мамочка, он оказался. Да что произошло, доченька? Он мне брал. Олег мне все время брал. Он женат. Оказался женат. Женат. Вот же подлец, а. А я вот чувствовала, что что-то должно произойти. Мама, тут только не сейчас. Не начинай, пожалуйста. Я знаю, что ты мне хочешь сказать, что я выбираю всех по папиному образу. Но это не так. Ну хорошо, ладно, я не буду ничего говорить, но пойми же ты, наконец, ну не только сердцем надо решать, а и головой думать. Мама. Ну, как я могла представить? Пожалуйста. Черт. Ташка, привет. Ты чего сбрасываешь? Как дела? Привет, Мэл. Нормальные дела. Мама, как ты? Я не вовремя. Что случилось, Даша? Да, ничего не случилось. Неважно. Ты что-то хотела? Просто давно не виделись, хотела пообщаться. А еще мы с нашими выставку хотим организовать. Думала тебя пригласить поучаствовать. Нет. Не получится сейчас. Не с чем. Ну как же не с чем? Ты же мастерской, я же вижу. Значит, работаешь над чем-то. Все, я не могу говорить, прости. Д чувствую. Госпомогу. Тихо. Девушки в порядке. Ну, я не знаю, а можем часов шесть? Да, хорошо, Юра. Договорились. Это что еще за Юра? Зина. Ну, этот. С пуделем. Которого ты Дашке свал? Да. Мы с ним вчера в театр ходили. Да ты что, ну рассказывай. Вот это поворот, но ты... Здравствуйте. Здравствуйте, Лолита. Как у вас давно не было. Проходите. Заросли как. Не ваша тема. Привет. Привет, солнышко. Дашка, это я, Мила. Открой. Дашка, я знаю, что ты здесь. Я видела тебя в окне. Мила, извини, мне нужно сейчас побыть одной. Подумать. Не обижайся, ладно? Не могу никого видеть. Понятно. У тебя что, творческий кризис? Можно сказать, что творческий. Ну, со всеми же случалось. Ну, лучшее же средство, это выплеснуть эмоции наружу. Ну, на пост, понимаешь? Даш, ну я понимаю, что иногда нужно побыть наедине. Но мы с ребятами хотим сделать выставку и были бы рады, если ты присоединишься. Потому что нас мало пока. Мы вот Жорку собираемся пригласить. А с ним же вообще только тебе обычно удается договориться. Так что ты подумай, хорошо? Не знаю. Ладно, пока. Ага. 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 Поехали. Пустые бутылки есть? Есть пустой человек. Этим не интересуемся? Это понятно. Поехали. Алло, Даш, ты где? Я еду. У тебя все нормально? Да, нормально. Что? Решила покататься немного. Сейчас в мастерскую вернусь. Все, пока. А что у тебя с голосом? Ты что, плакала? Тебе показалось. Все, мама, пока. А, черт. Что такое? Поехали. А! Поехали! Поехали! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, вы меня слышите? Скажите хоть слово, пожалуйста. Так, только не двигайтесь. У вас есть мобильный? Нужно вызвать скорую? Не нужно скорую. Так, хорошо. Тогда нужно полицию. Да какая полиция? Я же вас сбила. Я вас отвезу в больницу. Я сам прыгнул под колеса. Ни в какую больницу меня везти не нужно. Да что вы такое говорите? Вы же куда-то ехали, вот и езжайте себе. Нет, я вас здесь не оставлю. Ну что, как она? Дверь не заперта, но Даши нет. Я не понимаю, она сказала, что пробудет тут всю ночь. Нет, я чувствовала, что нужно проверить. Ты бы слышал ее голос. Я вот тут нашел. Где? Да вот там их много. Юра, это же ее картины. Нам нужно срочно ее найти, слышишь? Ну точно, что-то случилось. Евгений Александрович, как хорошо, что вы задержались. Вы бы могли в приемный покой пройти? Там поступил ургентный пациент после аварии, а интерн не уверен. Жирный врач где? В операционной. Вы же понимаете, что я сосудистый хирург, а не врач скорой помощи. Понимаю, просто в больнице больше никого не осталось. Я знала, что вы задержались. И вы можете, да. А вы знаете, что сегодня по лунному календарю особенный день. Если вы сделаете добро, то это начало чего-то хорошего и нового. Вика, пожалуйста, давайте вот этого не надо. Вы его уже осматривали, коллег? Да, похоже, тупая травма живота. Боюсь, угроза перитонита. Похоже, боюсь. Вас в институте учили диагноз ставить? Учили. Больно? Угу. Да. А можно телефон? А здесь болит? Да. Тошнота, головокружение? Нет. Ясно. Доктор, можно мне, пожалуйста, телефон? Позвонить девушке. Мы с ней поссорились, она там с ума сходит. Я рванул с дуро, а тут эта тачка. Здесь нет никакого перитонита. Перелом двух нижних ребер. Обработайте ссадины, сделайте новокаиновую блокаду и рентген в двух проекциях. Если до утра не будет осложнений, пациент может лечиться амбулаторно. Осторожно. Пойдемте манипуляционные. Вы тоже пострадавшие? Голова кружится? А что у вас с дыханием? Что это такое? Мне нужно вас осмотреть. Мне не нравится, как вы дышите. Я отвлеклась, на секундочку. Надо вызывать полицию. Я виновата. У него перелом двух нижних ребер. До свадьбы заживет. Будет думать, прежде чем под колеса бросаться. Вызывайте полицию. Полицию. Продолжение следует... Продолжение следует...